Шалом, дорогие друзья, и мы будем сегодня изучать важнейший урок из недельной главы. Мы учим в наших главах, как Мошера Бейну со всем еврейским народом подходит к земле Израиля. И уже по дороге в землю Израиля на них нападают враги, которых они, слава Богу, успешно одолевают. Но вдруг пишет нам Тора, что Мошера Бейну испугался одного большого и сильного врага. Этого врага звали Ог, и Ог был королем, царем страны, которая называлась Башан. И вышел Ог Мелеха Башан. Выходит этот Ог навстречу Моше с ним воевать, и вдруг Тора нам говорит, Мошера Бейну, великий отец всех пророков, боится. Не больше, не меньше, он боится. Почему вдруг Мошера Бейну испугался? Один раз Тора нам говорит, что Мошера боится своих врагов. Он уже воевал фактически с фараоном. Целый год он делает 10 казней самому сильному диктатору и врагу еврейского народа. Он его не боялся. Нигде Тора не говорит, что он испугался фараона и боялся что-то ему сказать и сделать какое-то действие. Он воюет в нашей главе с Сихоном, сильнейший-сильнейший царь, сильнейшая армия, ни капли страха. Но когда Моше идет воевать с Огом, он боится. Говорит ему Всевышний, «Вайомарашемэль Моше, альтирауто!» Говорит ему Всевышний, «Не бойся, я буду с тобой», и Всевышний ему помог. Давайте разберемся, что именно боялся Моше. Говорит нам Рашик, что Моше боялся Ога, потому что у него есть огромная заслуга. Очень хорошее действие, большую заповедь сделал Ог. Что именно? Давным-давно, сотни лет назад, была битва во времена Авраама, когда четыре царя воевали с пятью царями. И в этой войне, в этом противостоянии, взяли в плен родственника, племянника Авраама, Лота, и Авраам пошел его спасать. Кто же сообщил Аврааму, что Лот находится в плену? Это был тот самый Ог. Написано, что Ог приходит к Аврааму и говорит, «Авраам, твой родственник в беде». Какая была мотивация у Ога сообщать эту новость, тяжелую новость Аврааму, а он мечтал, чтобы Авраама убили на войне. Он пришел к Аврааму в дом, сказать, что твоего родственника взяли в плен, иди его спасать с одной целью – уничтожить Авраама, его идеологического врага. Того, кто служит Богу, Ог ненавидит. Иди, Авраам, воюй, и надеемся, что ты умрешь. Вот что сделал Ог. Авраам пошел спасать Лота, все закончилось хорошо, и Всевышний его защитил. И вот этот поступок, что каким-то образом Ог помог Аврааму, этого поступка боялся Муше в наше время через сотни лет. Почему? Потому что все-таки Ог помог Аврааму и сказал ему новость, которую Авраам должен был знать. Хотя его мотивация была уничтожить Авраама, но по факту он каким-то образом ему помог. И эта заслуга могла его защитить. И этого боится Муше. Говорит ему, Всевышний, не бойся, я с тобой. Что? Зачем Тора нам об этом говорит? Зачем нам Тора сообщает, что Муше боится Ога, потому что у Ога есть одна заслуга, еле-еле заслуга, потому что мотивация была уничтожить Авраама. Это не является каким-то большим-большим заповедью, каким-то подвигом. Он хотел Аврааму уничтожить, и он ему сообщил эту новость. Но все-таки он помог Аврааму. Зачем нам Тора это говорит? Сказать, насколько велика награда каждого поступка. Даже такой ужасный поступок, который сделал Ог, он хотел помочь Аврааму умереть, но все равно каким-то образом он ему помогает, и Всевышний обязан в кавычках его вознаградить, и поэтому Машир Абейну боится. Мы с вами каждый день делаем сотни и сотни заповедей. Если бы мы только знали, какая великая награда ждет за каждый поступок, Каждая молитва, каждое благословение, каждый шаббат, каждая помощь близкому, это награда бесконечная за каждый поступок. И ежедневно мы должны быть счастливы, что у нас есть такая возможность, и мы должны знать, что награда бесконечная. Если уже Огу обещана награда за такой низкий поступок, до такой степени, что великий Моше, у Моше намного больше заслуг, чем у Ога. Но Моше боится. А вдруг вот эта заповедь, маленькая хорошая поступок, которую он сделал, маленькая заповедь, поможет ему? Он боялся, пока Всевышний его не успокоил, не бойся. Эта заслуга ему не поможет. Но все-таки была такая вероятность. У нас у всех сотни миллионы заслуг. Бог нам подарил, подарил возможность сделать хорошие-хорошие дела, помогать, прощать, уступать. И это все вознаграждается просто бесконечно. Какое счастье, что у нас есть такая возможность. Главное знать, что каждый-каждый поступок, даже если он несовершенный, он будет награжден, и он очень сильно ценится в глазах Всевышнего. Важнейший урок из нашей недельной главы Хукат. Спасибо огромное за внимание.